ДИАЛОГ ДИАЛОГ Сергей Анатольевич Сибиряков, с которым я познакомился уже почти 20 лет назад, когда мы работали вместе в Министерстве экономики, но главный опыт которого он довольно много, еще и на службе, находясь и после нее, работал с инновациями. Вот поэтому я хотел бы спросить, Сергей, скажи, пожалуйста, что такое инновация сегодня и почему очень много из того, что кажется инновациями, сегодня не работает? Дело в том, что по инновациям то, что сегодня декларируется и говорится, и мы же много видим сейчас уже и возникло, инновационных центров, мы видим Сколково, мы видим Центр стратегических разработок при президенте, то есть инновационных центров за рубежом, с которыми мы берем примеры. То есть с точки зрения определения, что такое инновация, оно абсолютно понятно, это новое внедрение, новое производство, но исходя из того опыта, который показал, ну там и зарубежный и наш сегодня, сегодняшний опыт, что основная ценность инновации в том, если она делается на старом оборудовании, с старым сырьем, с старым персоналом, но при этом производит абсолютно новую продукцию. Вот это идеальная инновация. Когда мы говорим о том, что надо сделать новое оборудование, надо создать абсолютно новое, и мы что-то новое получим, то сразу понятие инновации теряется и сразу приходит к тому, что закупить новое оборудование, это и есть новое там или перевооружение, или что-то новое. И вот, к сожалению, в этом направлении идут сегодня все наши крупные компании, и идет все понимание чиновничества, что купить сегодня того, чего у нас нет, но что есть в других экономиках, там западной, восточной, то это и есть инновация. Но забывается о том, что то, что сегодня у нас нет, но есть у них, это уже не инновация, это уже существующая технология. А ситуация мировая. Вот Facebook не выстрелил. Почему? Это вроде бы инновация. Почему он не выстрелил? Ну, не совсем. Уж вы сильно много ожидали и очень много было, скажем так, надежд на вот это IPO Facebook. Дело в том, что он выстрелил по своей своей сути. Он возник в 2001 году, и сегодня это очень крупная, если не крупнейшая интернет-компания. И все ожидали от него, что он повторит то же чудо, которое повторил в свое время Apple, допустим. Но этого повторить невозможно, потому что Apple – это производственная компания. Она вывела новый продукт вообще и сделала новую систему производства в мировой экономике. А Facebook – это все-таки социальная система. Это уже то, что идет вслед за понятием самого возникновения интернета. Ведь интернет – это агрегированное понятие, это не технология. Интернет – это сбор, обработка, передача, хранение и использование информации. Так вот, скажем так, уникальность Facebook в том, что он показал, как система сетей возникает и к чему она приводит. Но прорывом в экономике он не стал. Он стал прорывом в интернет-технологиях, может быть, но он не стал прорывом в экономике. Конечно, он и не мог стать, это не его задача. Он как раз показал уникальность, когда миллиарды людей собраны в одну сеть и пользуются одной технологией, то это может порождать такие уникальные вещи, как вообще сам по себе Facebook, как его возникновение – это уже феномен. И то, что он сейчас показывает – это тоже феноменально. И ждать от него еще было, что он еще и даст основные прорывы в IPO, но это уже было от него чересчур. Ну, давайте смотреть. Вот у нас есть, скажем, такой замечательный, в общем, вполне себе инновационная отрасль, как авиация. У нас появились две инновации. Очень большой самолет А-380 и очень инновационный самолет, как он там называется в США, Dreamliner, там, Boeing. А и тот, и другой идут с большим трудом, и, в общем, не видно, я даже не уверен, что они там интегрально окупятся. Вопрос – это что? Это случайность? Это следствие нынешнего уровня развития экономики, что инновации не идут? Или это просто не те инновации? Нет, вот как раз возникновение крупных межконтинентальных лайнеров – это абсолютно логичная вещь с точки зрения вообще науки транспорта или науки перемещения. Поэтому, чтобы снизить себестоимость, необходимо сделать и вообще в авиации низкая себестоимость может только быть на очень больших лайнерах с очень большим площадью крыла. Поэтому то, что сегодня основные производители идут в этом направлении, это абсолютно логично. Но в чем сложность? Такие аэробусы могут принимать только 5-7 аэропортов в мире. То есть фактически это происходит что? Это происходит локализация, то есть замыкание в определенную авиационную сеть 5-7 центров, которые будут соединены вот этими крупными лайнерами. Их будет абсолютно ограниченное количество. А все остальное выкидывается? Все остальное, да. Но это в некотором смысле напоминает ту же самую картину, которая была с развитием экономики, скажем, в 18-19 веке, когда экономическими центрыми могли стать только крупные порты. Да. Потому что все остальное, там, дорог не было, автомобилей не было, дальше все везли на телегах. И тем самым мы получаем, что если ты не в пределах пешей доступа от порта, то ты развиваться, в общем, практически не можешь. И весь 19-20, начало 21 века это все и показывает. Это естественно, что транспортная логистика, которая позволяет перевозить морским путем огромное количество грузов, ведь мы же вышли на 20, на 30, уже на 50 тысяч контейнеров перевозки сухогрузов. Балкеры, которые везут руду, уже вышли 200, 300, 400, сейчас строят уже 500 тысячники. То же самое с нефтью. То есть это говорит о том, что сегодня укропнение, это как раз удешевление транспортировки. И основная задача... Но фактически это означает закрытие для развития современной экономики всех континентальных территорий. Да, конечно. То есть, допустим, у таких стран, как Монголия, Казахстан, северная часть или там сибирская часть России, она по сути сегодня не имеет перспективы для развития с точки зрения транспортировки сырья. Потому что, скажем, Австралия, Южная Америка, она может дать сегодня сырье намного дешевле, чем эти страны. И сразу же при погрузке в сухогруз и отправке потребителям, это делает их, естественно, неконкурентно способными. То есть фактически, на самом деле, мы упираемся в тот же тупик. И тогда возникает вопрос, который, собственно, главный, из-за которого, собственно, я и хотел вас позвать на передачу. Может ли быть какая-то альтернатива этому тупику? Что здесь можно придумать? Ну, тупика в экономике и в развитии цивилизации вообще не бывает. То есть, когда в Лондоне говорили, что основная проблема – это лошади и два метра, ну, это известно, и два метра навоза, и то, что все задохнется, и так сказали. Потом появился автомобиль, появился железнодорожный транспорт, и сегодня лошади можно увидеть только у Букингенского дворца, на который гвардейцы ездят. Вот, поэтому ничего… Правда, сегодня говорят, что опять задыхается Лондон из-за пробок, из-за смогов и так далее. Так вот, по этой же лойке, я могу сказать, через 20 лет ни одного автомобиля, ну, опять же, с исключением раритетных, в Лондоне не будет. То есть, приходит на смену новая транспортная система, которая в свое время заменила гужевой транспорт, пришла железная дорога. Ведь как только пришла железная дорога, никому в голову больше не пришло возить руду и металл на гужевом транспорте. Более того, я могу сказать, что в начале 19 века основной транспортной системой, перевозящей нефть, был гужевой транспорт, это были ослы. И когда Нобель предложил заменить их на трубу, это выглядело на тот момент абсурдно, а сегодня нам выглядит абсурдно возить на ишаках. То есть, ничего, в общем-то, здесь такого нет. Поэтому сегодня транспортная система, которая заменит сегодняшние проблемные города, которые задыхаются в пробках, сырье, которое лежит, но не может быть достигнуто, потому что сегодняшняя технология не позволяет ее взять. Или скоростные перевозки, не такие, как самолет. Потому что самолет, по сути дела, это птеродактиль цивилизации. То, что он сжигает сотни тонн керосина за один полет, мы наносим экологии такой ущерб, который оценивается не той стоимостью билета, которую мы платим, а это десятки и тысячи раз сложнее. Но так как мы не можем заменить скорость ничем другим, то мы вынуждены с этим бороться, мириться. Поэтому сегодня технология, которая сегодня это заменит, она существует. И она существует довольно-таки давно, и родилась она в России. Сейчас она более интернациональная, чем чисто российская технология, но она существует. И мы этим занимаемся, и как раз вот это понятие, ну скажем, потому что есть, и так как я инновацией занимаюсь довольно-таки давно, то как раз, скажем так, инновационная система и в сфере транспорта, и в сфере коммуникаций, и вообще в сфере диверсификационной экономики, она как раз сегодня в России существует. И на мой взгляд, это, наверное, единственный путь, по которому мы вынуждены или должны будем пройти. Вопрос. Насколько я понимаю, эта технология теоретически существует уже достаточно давно. Довольно-таки давно, да. Ну там, может быть, 20 лет, может быть, 25. Но она, как и любая транспортная технология, она только одна из. И, в общем, никакого прорыва она не сделала. Меня интересует, что случилось такое, что стало возможным говорить о прорыве. Дело в том, что как раз то, что упомянули в Facebook, за последние 20 лет произошел прорыв именно в информационной сфере. То есть Facebook и вообще система интернета показала, что такое сети, и чем отличается сеть от того, что просто стоит один даже очень большой компьютер в одном месте. То есть именно миллиарды пользователей, когда из любой точки в любую точку можно передать информацию, оплатить любой товар. И информационная открытость, которая сегодня существует в интернете, она показала, как изменился сегодняшний мир. И поэтому технология транспортная, которая должна прийти на смену сегодняшним всем коммуникационным системам, она тоже должна быть увязана в сеть. Она тоже должна дать все преимущества, то есть из любой точки в любую точку, быстро, экономично, экологично, дешево. Ну то есть сегодня это не получается, потому что строить дороги слишком дорого, строить аэропорты в каждой точке слишком дорого. Мы знаем, что реформа авиатранспорта, которая произошла в 80-е годы вообще, сделала вот эти самые знаменитые хабы, которых всего несколько на всю страну, а дальше летают мелкими линиями, то есть пересадками. В чем, соответственно, суть вот той концепции, о которой вы говорите? Именно сетевая сеть, именно сеть. Как ты можешь сделать технологически? Ну я приведу такой пример, чтобы начать с техники, а потом сразу перейти в экономику. По сути дела в основе интернета лежит кремний, то есть вот эта знаменитая кремниевая долина или что такое, потому что многие не задумываются, что такое интернет. Интернет – это совокупность электронных приборов. Электронные приборы – это микроэлектроника, это микрочипы, а микрочипы – это углерод, это его свойства. То есть именно того, что миллиарды устройств могут видеть друг друга – это свойства кремния. Это его просто физическое вещество, что он при эффекте моделирует определенную частоту. И поэтому мы за счет того, что используем это свойство кремния, соединили миллиарды устройств в одну сеть и получили интернет. Так вот, мы сейчас используем предварительно напряженную струну. Это обычная металлическая конструкция, которая могла строиться еще и 100 лет назад, и 200 лет назад, но она таким образом технологически оформлена, что мы получаем очень дешевый путь, путевую структуру, по которой можно перемещаться с большими скоростями очень дешево, и мы можем строить в любых климатических условиях. Правильно ли я понимаю, что смысл главный состоит не в том, что вы построили там какой-то вариант дороги, а в том, что стоимость этой дороги оказалась настолько низкой, что становится рентабельной, грубо говоря, отреангуляционная сеть. Да, абсолютно верно. Это радикально меняет экономическую модель существования континента, потому что позволяет связываться каждой точке с каждой достаточно быстро и еще разными путями, то есть это принципиально снимает по зависимости от дешевых морских путей. Да, и утверждение, которое мы сегодня делаем, что если последние 40 лет, а 20 особенно, это была эра интернета, и он позволил из реальности уйти в виртуальность и построить виртуальный мир, то следующим технологическим шагом на ближайшие 50 лет это будет обратный процесс выхода из виртуальности в реальность и построение следующей сети. Мы ее назвали Транснет. То есть это транспортная сеть, которая будет по себе коммуникатором и информационным, потому что туда, куда приходят транспортные коммуникации, это сразу оптиковолокно, это энергетические, потому что это сразу средства передачи электроэнергии, и это физические коммуникации. Я прошу прощения, но тогда сразу возникает возможность создавать не агломерации, привязанные к точке, в которых жить становится все сложнее и сложнее, а создавать агломерации, растянутые вдоль путей, потому что если скорость движения 300-400-500 км в час, то в этом случае от Москвы до Ленинграда это чуть больше. Значит, можно делать город, который вдоль трассы. Михаил, здесь я могу сказать, что то, что сегодня интернет за 20 лет, насколько он изменил нашу жизнь, так сегодня Транснет, он также изменит ближайшее и расселение, и распределение производственных сил, и вообще освоение территорий, еще более радикально, чем интернет. Сергей, мы уже говорим о Транснете, о технологии, скажите. В чем состоит технология? Буквально в двух словах, чтобы было понятно, о чем лечь идет. Речь идет о транспорте второго уровня, который находится над землей, и если говорить образно, то это линия электропередач, по которым движется подвижной состав с любыми скоростями. То есть движение над землей. Это движение второго уровня. И технологически это построение транспорта очень дешевого. Вот. И именно эта конструкционная особенность. Я не буду останавливаться на технических моментах, потому что сегодня... Это неинтересно. Мы говорим сейчас об экономике. Значит, фактически получается, что построение сетевой транспортной инфраструктуры радикально меняет всю систему экономических отношений. Настолько, что, может быть, это даже сможет преодолеть вот как бы тот кризис, в котором мы находимся. Ну, теоретически, по крайней мере. Мы пока не знаем практику. Ну, давайте я не буду, так сказать. У меня есть определенное мнение, которое сложилось уже там не за пять, уже, наверное, не за десять лет. Поэтому я буду абсолютно утверждать, с ним может кто-то соглашаться, кто-то не соглашаться. Что для России и вообще для евразийского пространства, кроме транснета, другой логики вообще нет. Ну, там есть еще Африка, частично Африка. Африка, Абсолютно, Камерика. Сегодня там, где нет транспортной инфраструктуры, строить технологии, сегодня существующими, допустим, скоростной железной дороги, это безумно дорого. А где и невозможно. Вот мы сейчас делаем компании в Боливии по перевозке, допустим, железной руды. Там вообще невозможно другим транспортом проложить коммуникации. Потому что джунгли, амазонка разливается, невозможно. Нет, но через гору вы тоже не проложите. Нет, вот как раз эта система позволяет сходить с любыми углами перевозки, то есть, хоть до вертикальных. Но это технологические особенности. Но это не важно. Я бы на них не хотел сейчас остановиться. То есть, мы сейчас делаем проекты, которые позволяют перевозить в вечной мерзлоте, с чем не может справиться железная дорога. Мы сегодня делаем перевозки больших объемов пассажиров, проекты, в Вьетнаме по джунглям. Сергей, по поводу экономики. Значит, меня интересует вот что. Может ли быть вот эта вот идея транснета тем прорывом, который позволит изменить радикальные экономические отношения? Вот меня интересует ваше мнение, как человека, который этим занимается. Потому что я просто не имею достаточного опыта, чтобы на эту тему сказать. У меня имеется ощущение, что здесь может быть какой-то прорыв, но вот есть он или нет, точно. Это вопрос слов. Фил, можно я с другой стороны немного поясню этот вопрос? Вот чем мы сейчас практически занимаемся и что происходит? То есть мы сейчас делаем научный консорциум, который объединяет сегодня все научные проектные центры, которые занимаются новыми материалами, новыми сталями, композитами, нанотехнологиями и так далее. Они дают продукцию, которая отдельно сегодня применяться не могут. Они не дают продукт именно конечный. Мы даем технологию, которая предоставляет услугу. Поэтому мы сегодня являемся заказчиками для новых материалов, стали, нанотехнологий и так далее. А так как у нас есть конкретные проекты, то мы можем сегодня целые производства загружать заказами. Сегодня наша авиационная промышленность не может обеспечить себя заказами, нет заказов. То есть фактически речь идет о том, что если начинать двигать такой проект, то он создает тот самый спрос, который сегодня... Абсолютно. И он создает миллионы рабочих мест, о которых сейчас так много говорится. Он создает именно востребованную экономику и возникает востребованная технология, востребованное производство. А если говорить уже привычным нам сегодня языком, то мы даем продукцию, которая востребована в сегодняшнем глобальном мире. И если мы говорим, что сегодняшняя экономика России пытается встроиться в глобальную экономику, то мы реально представляем, как и мы знаем, как это сделать. Ну, на самом деле, нужно, насколько я понимаю, вообще смысл всей этой технологии имеет только в том случае, если ее делать, ну, как бы, грубо говоря, по всему евразийскому пространству, не только в России. Конечно. То есть, иными словами, это модель сшивания континентального пространства, в некотором смысле аналогичная тому, как было вот сшивание океанических держав. Да, да, да. Насколько дешевле эта конструкция по сравнению, скажем, с железными? Это в десятки, ну, в десяток раз. В десяток? А эксплуатационные, там, больше, чем в десять раз дешевле, чем железная дорога. Вот, это чисто конструкционные вещи, и они абсолютно технологические, это невозможно, там, как бы, сравнивать. Ну, если составы идут десятки тысяч тонн, и где на каждого пассажира сотни киловатт мощности двигателя, то у нас на перевозку пассажира, это, там, единица киловатт, соответственно, все затраты, все строительство, энергозатраты, а, соответственно, все последствия экологические, которые есть, они определяются только количеством энергии, затраченной на перевозку. Сергей, спасибо. Ну, что можно сказать? Мы много говорим о том, что у нас кризис, и что все те реформы, которые идут сегодня, не только в нашей стране, а и в мире, они, на самом деле, пытаются вернуть нас в прошлое. То есть, вернуть пять лет назад, восемь лет назад, когда было такое вот развитие, и все было хорошо. И все инновации, которые, вот, с которыми я встречался до недавнего времени, они, как раз, отличались тем, что они, в общем, ничего радикально не меняли. Вот та, которую мы видели сегодня, про которую мы сегодня говорили, мне кажется, что это один из возможных вариантов, только один из. Значит, у нас в гостях был Сергей Сибиряков. Благодарю за внимание. До свидания.